Садхгуру, когда начинаешь говорить «да» и на своём опыте понимаешь, что это «да» делает с тобой… Ты уже замужем? Да. Тогда ладно, продолжай. И есть подобная насыщенность, словно ты таешь. Но когда вокруг только «нет», что с этим делать? Итак, проблемы начались с первого «да». Ты полна энтузиазма, но семья не способствует этому. Мир не способствует этому. Я хочу, чтобы вы поняли. Чем более одиноко вы себя чувствуете, чем более вы подавлены, тем больше в вас потребность для того, чтобы найти себе компанию. Не так ли? Да? Чем радостнее вы становитесь, чем больше в вас энтузиазма, тем меньше вы нуждаетесь в чьей-то компании. Так что если вам одиноко, когда вы наедине с собой, это означает, что вы в плохой компании. Если вы с хорошим человеком, с чего бы вам чувствовать себя одиноко? Вы будете чувствовать себя прекрасно, исключительно. Насыщенность вашей жизни не производится где-то там. Если бы она производилась где-то, тогда да, вам была бы нужна компания. Как люди представляют себе насыщенность жизни? Болтать, танцевать, слушать музыку, делать то, это? Это не обязательно. Вы можете просто тихо сидеть здесь, испытывать невероятную насыщенность. Если вы жизнерадостны и полны энтузиазма, если жизнь стала насыщенной, активность — это лишь следствие. Но если в вашей жизни нет насыщенности, вы просто пытаетесь достичь этого с помощью деятельности. Тогда активность — это средство достижения. Это существенная разница. Либо вы танцуете и достигаете определенного состояния насыщенности и восторга, или же восторг вас бьет через край, и вы не в силах это сдержать. И поэтому танцуете. Это две разные вещи. Либо вы разражаетесь смехом от того, что счастливы, либо же кто-то сказал вам, что если вы будете много смеяться, то однажды вы станете счастливыми. Это два разных подхода. Скажите мне, какой подход у жизни? Посмотрите вокруг. Как работает жизнь? Растения и корень появляются как поддержка для цветка? Разве это так? Поскольку есть прекрасный цветок, выросли растения и корень, чтобы у цветка было хорошее основание. Разве это так? Это справедливо по отношению к микрофону. Так он сделан. Есть микрофон, и поскольку они не хотели утруждать меня, держать его в руке, то организовали эту стойку, основание к нему. Но разве вот это происходит так же? Поскольку насыщенность в растении не могла быть сдержана, оно расцвело, не так ли? Да, и должна происходить жизнь. Если вы будете пытаться делать по-другому, тогда жизнь станет очень сложной. Самым сложным в жизни является постоянно представать перед всем миром, изображая себя радостным, когда вы несчастны. Это самое сложное. Это так? Когда вы несчастны, показывать людям обратное стоит вам феноменально много жизней. Не так ли? Замечали такое? Некоторые люди, когда счастливы, они счастливы. Когда нет, они несчастны. Они просто открыто показывают это всему миру. Так что все знают, что с ними происходит. У некоторых людей получается улыбаться вот так всё время. Но на то, чтобы это поддерживать, требуется огромное количество энергии. Так вы заработаете какую-нибудь болезнь в теле. У вас вырастут опухоли, если вы постоянно будете притворяться. Это сейчас и происходит по всему миру. Вообще-то, если вы готовы попробовать, я могу продемонстрировать это вам. Я могу сделать так, чтобы в течение нескольких часов вы вырастили себе опухоль. Правда? Я не шучу. Если вы приведете свой ум в определенное состояние, вы придете к этому. Единственным спасением для вас является то, что вы никогда ничего не делаете на постоянной основе. Вы все время колеблитесь. Ваша радость то есть, то нет. С печалью то же самое. То она есть, то ее нет. Несчастье никогда не продолжается без перерыва. Если вы станете абсолютно несчастными, то увидите последствия этого. Станете абсолютно радостными, также увидите последствия этого. Станете невероятно раздраженными, и вы столкнетесь с последствиями. Вы не видите никаких последствий, чего бы то ни было, потому что вы непостоянны. Люди спрашивают меня, «Садхгуру, какие эмоции и чувства лучше испытывать?» Я отвечаю, «Любые». Хотите испытывать злость? Злитесь. 24 часа в день. Без перерыва. И вы достигнете просветления. Я не шучу. Вам нравится любовь? Тогда будьте любящими 24 часа в сутки, и вы достигнете просветления. Хотите испытывать депрессию? Хотя депрессия — это не отношение к чему-либо, это патологическая проблема. Она утянет вас на дно. Но что угодно еще. Просто придерживайтесь этого 24 часа в сутки, и вы придете к определенному осознанию. Но ничто не продолжается без перерыва. Только сейчас мы повторяли мантру. Вот и все, что требуется. Если вы продолжаете менять направление своего пути, как вы можете прийти к чему-то? Вы будете лишь ходить кругами. Я не буду решать, в какую сторону вам идти. Идите куда хотите. Но стабильно, неизменно. Не меняй направление каждый день. Абсолютно все. Каждая клетка, каждый атом в мироздании может быть дверным проемом к тому, что находится за пределами, если только вы будете идти к этому неуклонно. Проблема в том, что люди непостоянны. И сейчас это стало проблемой, как никогда раньше. Люди считают, что это хорошо. Они заявляют, у меня короткая продолжительность концентрации внимания. Они думают, что это признак развития. Они не могут слушать, не могут ничего делать. Все это обсуждение, каким станет будущее медиа в Индии. Фильмы в кинотеатре шли по 4,5 часа. Их сократили до 3 часов. А сейчас большинство западных фильмов идет по 90 минут. Потому что люди... Мы придем к этому через год или около того. Все будут смотреть фильмы на мобильном. Очевидно, что вы не сможете сидеть так в течение полутора часов. Так что истории рассказывают за 3-10 минут. 10-минутный фильм. Кинематографу конец. Если то же самое можно было сделать за 10 минут, почему вы тратили наше время, растягивая это на 3 часа? Но в этом-то все и дело. Теперь вы можете посмотреть любой фильм, потому что он идет всего 3 минуты. Самые долгие длятся 4,5. И в 30-секундной рекламе показывается целая история. Не так ли? Так же и здесь. Хотите посмотреть фильм? Все, готово. Что же тогда будет с рекламой? Если минута или две — это полнометражный фильм, что же делать с рекламой? Надеюсь, что она исчезнет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok